Президент Порошенко принял решение возобновить боевые действия, и мы не смогли, когда я говорю мы, имею в виду и себя, и моих коллег из Европы, не смогли его убедить в том, что дорога к надёжному, прочному и долгосрочному миру не может лежать через войну. Вот до сих пор Пётр Алексеевич всё-таки не имел прямого отношения к приказам начать военные действия. Теперь он взял на себя эту ответственность сполна, не только военную, а и политическую, что гораздо важнее. Не удалось убедить также придать гласности и согласованные между четырьмя министрами иностранных дел Германии, Франции, России и Украины заявления по поводу необходимости сохранения мира и поиска взаимоприемлемых решений. Обращаю внимание, что после объявления о перемирии, ведь по сути субстантивные, как у вас принято говорить, переговоры, по сути урегулирования так и не начались. По сути был предъявлен только ультиматум о разоружении и всё. Но это в целом было неплохо объявление перемирия, но этого недостаточно, чтобы урегулировать ситуацию на долгосрочной основе, приемлемую для всех людей, проживающих в стране и в том числе на юго-востоке страны. Настоящие мирные переговоры на востоке так и не начались, субстантивные, те самые содержательные, то есть, а вот ситуация продолжает там обостряться. Об этом снова говорил сегодня президент. Только что, Ольга, вы рассказывали о наших коллегах с РНТВ, которые попали под обстрел. Сегодня Владимир Путин также упоминал и о том, что журналисты, о том, что журналисты на востоке Украины страдают. И даже он говорил о том, что есть информация, что на них объявлена специальная охота. Говорил российский президент о том, что количество беженцев всё увеличивается. Предлагаю послушать. Конечно, всё, что происходит на Украине, это внутреннее дело украинского государства. Нам до боли жаль, что гибнут люди, причём гражданское население. Вы знаете, что растёт количество беженцев в Российскую Федерацию. И мы, безусловно, будем оказывать помощь всем тем, кто в ней нуждается. Но абсолютно неприемлемым является убийство журналистов. И вчера я об этом ещё раз напомнил президенту Украины. На мой взгляд, идёт целенаправленная работа по ликвидации представителей прессы. Это касается и российских, и иностранных журналистов. А кто боится объективной информации? Видимо, только те, которые совершают преступления. И мы очень рассчитываем на то, что обещание киевских властей по поводу тщательного расследования будет реализовано.